Привет, друзья! Я Александр Беляк. Рад вас приветствовать на своем канале. Мы продолжаем здесь читать книгу Псалтырь. Сегодня у нас 120-й Псалон. Вы же помните, что здесь мы читаем, размышляем, комментируем, применяем и передаем. Если вы будете стараться исполнять все эти пять пунктов, вы будете иметь максимум пользы от того времени, которое мы проводим с Богом. И не забывайте, друзья, проводить время в размышлении, потому что именно размышление позволяет нам не забыть то, что мы прочитали. Если вы благословлены видео, ставьте лайки, делитесь с вашими друзьями, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, и следите за всеми теми новыми видео, которые мы для вас готовим. Это еще одна песнь восхваления, которую пели паломники, когда шли для поклонения в Иерусалим. В четырех фразах эта песня выражает глубокую уверенность в том, что Бог – помощь и защита от всякого зла. Как всего народа, так и отдельных верующих. Псалом можно разделить на четыре части. Бог – помощник, Бог – поддержка, Бог – защитник и Бог – хранитель. Семья, друзья или богатство никогда не должны рассматриваться, как наш единственный источник помощи в этой жизни. Потому что единственным источником удовлетворения и наших физических и духовных нужд является Бог. Мы должны всем сердцем верить и искать его благодати. Помните, как говорит автор послания к евреям, 4, 16, что мы приходим к престолу благодати, чтобы получить благовременную или своевременную помощь для наших жизней. И мы получаем эту помощь через молитву. Благодаря Иисусу Христу нам открыт доступ к престолу благодати и милости. И все, что нам нужно, это приходить туда, приходить в присутствие Божье и открывать свои сердца перед Богом. Друзья, развивайте ваши отношения с Богом. Проводите время в усердной молитве и в изучении Слова Божьего, и вы получите много ответов от Господа. С вами был я, Александр Беляк, и я желаю, чтобы Божья благодать умножалась в вашей жизни каждый день. Продолжение следует...